Так, поехали дальше. Не особенно. Там, чтобы нормально помахать мечами, желательно гейпад иметь, а у меня... А я, в общем, не любитель этого дела, поэтому... Поэтому, пожалуй, и нет. За что? Суд подал? Слишком мало денег получил. Понял, что получил слишком мало денег. Можно было больше. Почитай. Я думаю, если... В гугле забьешь Савковский и Суд, он тебе сразу выдаст. Ну, аптечка-то, кстати, хорошо. Немного шекелей тоже хорошо. Там, на клавиатуре, я... Не очень удобно. Точнее, мышкой совсем, я бы сказал, неудобно указывать направление. Дай-сю... Дай-сю... Чувствую такими топами скоро появится Возьменной энергией закупаться Карантин снят Да Чё-то паки со вкусом некроморфов Обожаю Хил как раз пригодится Они, блин, жирные становятся Меня расстраивает Несколько Становятся жирнее, а лута больше не падает Да, дамага уже начинают Как будто не хватать На самом деле это иллюзия Дамага-то хватает Патронов не хватает Потому что всякую шляпу он даёт Вместо тех, которые мне нужны Это печально Сварщик движется вперёд Движется, движется Может быть не так быстро, как хотелось бы Но он же всего лишь сварщик Обычный работяга Для него это всё и так слишком много Если бы не давали патроны Исключительно к моему резаку Я бы вообще не парился Так ведь не дают Поджаренные пошли Они сука жирные Они И поджаренные Их Как будто Праз Не знаю Как будто сварка Склеенные Поэтому Крепче стали На второй На третий Ломика здесь нет Поэтому я собственно Откладываю себе Большие аптечки На финал Там вроде Огромная толпа будет Этих самых Говнорей Которые Сильно жирные Вместо ломика Здесь нога Так, патроны Это хорошо Шекелета Тоже хорошо Да Поворачивайся Жирно И толстый Пара-пара-пара Где-то там В мертвом космосе Пусть 11 лет И это беспечная Рука того игрока Того самого Просто у него лапки Давно этой жирной Хрени не попадалось Которая Которая жирная Вот нафига мне Все эти патроны Скажите мне Пожалуйста Как бы намекают Что пора Второе оружие Заполучить Но зачем Вай Мистер Андерсон Вай Петрович Петрович Ты как Ой Гад Я не помню Что с ним надо Сделать Это уже кусок Гогна Вроде как Рассыпается На малышей Вот на таких Вон да А можно ли Как-то Предотвратить Это его Рассыпание На малышей Или Это никак Не обыграть С другой стороны С него Рубиновый Полупроводник Падает Что в общем То интересно Насколько у тебя Болят ноги Что Колено Прострелили Алексей Падают Некроморфы Ноги Начинают Болеть Еще сильнее Берешь Резак Направляешь В сторону Ноги И больше У тебя Не болят Ноги Некроморфы Те тоже Уже Не особенно Беспокоят Смотрели Майор Аппейна Там Вот решается Вопрос Кардинально Кстати Хорошее Хорошее Предположение Насчет того Если его сжечь Типа Наверное Да Так что Видимо Нужно Попробовать Мэйби Сделать себе Огнемет Мэйби Хатпайнер Точно Делали Тепо Связан С Икскомом Проникся Промахами Видео Места Плитки Теперь Списком Отображаются Так вроде Меня лежит Интерфейс Ютубовский Майор Пейнт Капа Бахну себе Огнемет Правда я не уверен Что у меня хватит ресурса Чтобы прокачать его до конца игры Толку малышей-то меня не сильно напрягают Где-то под спайсом Полный плазморезак И так как бы Полный плазморезак Просто у меня скоро уже качать будет нечего То есть типа у меня как бы Ресурс надо есть А качать что Ну я типа прокачал костюм Прокачал полностью резак Прокачал Замедлялите Ну сейчас докачаю Замедлялите Луч отключен Ремонтная бригада Извещена Можно будет подумать о том Чтобы Что-то еще Необходимо минимум 6 исправных тарелок Для уверенного сигнала Расположи их симметрично Иначе будут проблемы с питанием И все Тарелки там Да Попробуй Хел Тебе понравится Рекомендуем Еще тебя в Бразерс приглашают На главную роль ХП я уже вкачал Я штегляю костюм Прокачал полностью Ну типа у меня есть костюм А только запас воздуха Можно еще поднять Но нахрена нам не надо Не так более чем хватает Раз Где магазин был Хороший вопрос Подскопилось Зелен Зачарование Само сварить можно Не нельзя Здравствуй Resident Evil 2 Почему Мне кажется Что здесь Две игры так похожи Наверное потому что И там и там Монстры Которых нужно отстреливать Резаком Атрид Становится Безразличным От Эйфории Тебя после этого Ничто не волнует Последний костюм Нет Еще не последний Думаешь Сбрить шевелеру Так Какого хрена Ты еще думаешь Брей Настоящий мужик Должен меньше думать И больше брить Зона невесомости Ну давай Подлетай что ли Конечно же Еще Умираешь Еще один Лезет Еще один Давай еще Одного Как бы Наверное Да Учитывая то что я В прошлый раз Прокодил Десять лет назад Многое забыла С тех пор Прошел квест С пауками Сейши Нечистный Ну давай Как говорится Продолжай держать В курсе Загадочная Загадка Можно только часть Имбалов Телекинезом Кидать Ну типа Если ему Руку С режущим Элементом Отстрелить Лишня там У некоторых Есть Которая Которая Типа Может Может Кого-то Че-то Полезать Если ее Отстрелить Взять Телекинезом Кидать У него То Типа Он Получит Дамаг Но Как-то Это все Прохладная История Обычно Так Че надо Блин Сделать Расположить Симметрично Вопрос Где По периметру Ну поэтому Здесь Убрать Нерабочие Тут Вставить Рабочие Так По периметру Забираем Забираем Эту Дрень Забираем Че-то Рабочее Не зря Дальность Качал Хотя Наверное Можно было И без Но без Де Было бы Чуть Дольше Так Типа Осталась Последняя Да Как бы Если я Правильно Я понимаю Механику Антенны Поставить Нужно Ядрит Ты конечно Америку Открыл Я понял Что нужно Антенны Поставить У меня только Вопрос был В каком месте Их нужно Поставить В самом Узком Кругу Или Бедренная Кость Человека Может До Полутонны Вертикали Выдерживать Зависит от Человека У кого-то И до Полутонны А кто-то И не знает С первого этажа Спрыгивает И все Кость Бедренная Уже где-нибудь В районе Головы По лаути Чаще Не просто Умерли Прежде чем Ноги Отваливались Срочно Нужен Мод По лаути Четвертом Зомби Это видом Наркоманы Под спидами Возможен Прием Сообщений Главная Проблема Была В том Что Блин Успеть Попасем По ноге Ну Если Ватсом Не пользоваться Конечно С Ватсом То Более Менее Дисей Уже Играл Я Играл В Ассасин Крида Первого И второго Играл В Ассасин Крида Играл Во все Практически Так что Можно сказать Да Не играл На свое место Надо поставить Поставил Что После Деда Планируется Барда Да Слушай Либо Барда Либо Я что-нибудь Еще найду До Барды Еще Барда Там Только После 13 Может Что-нибудь До Этого Еще Покатаю Посмотрим Посмотрим Топ Топ Говорит USM Вейлор Вызываю USG Ищем На всех Частоках Принимаем Секрад Бедствия Также Подобрали Вашу Спас Капсулу 47 Секрад Координатам Это Сообщение Будет Повторяться Каждые 30 Секрад Будут Высченные Выходной Чеками Для Набора Масок Кушаешь Добрый день Лжанс Железный Человек Просто Железная Маска Биошок Ты хорош Проходилась Русская Звучка Это Которая Infinity Если Infinity Доиграл До которой Стянка Еще Но В Син Скорее Попытка Сделать Новую Ведьмака 3 Хотя Вполне Успешно Поиграешь Я не отрицаю Что Новая Син Может быть Хорош На Меня Что Как То Не Тянет Пока Я Так Посмотрел Краем Глаза Немножко Этого Ассасина Которого Там Ну На Твиче Стримы Что Как-то Пока Не Очень Впечатлило Чакопайки Купить Они Клевые Реально Клевые Чакопай Уже Не Тот Ты Главное Не Разогревай Чакопай Он Будет Нормальным Артеиновые Батончики Ну Так Рекомендую Столько Лет Уже Чатик Собрать Не Даст Чакопайки Чакопайки Проскочила мысль о том, что может быть, может быть на четвертый фоллаут. И можно поиграть. Если уж его таки домазали модами. Дермишель с майонезом. Че-то как-то аппетит во мне не проснулся. Потому что весьма неплохие уже совсем не то, что были раньше. Все УГЭ. Так, блин, всегда буду сравнивать с первыми частями и говорить, а вот раньше было лучше. На самом деле лучше сейчас. Но из-за того, что были прошлые части, неизменно будут к ним отсылки. Доброй ночи, спать пора. Спать пора, пастух. Да ведь даже если у тебя плюс 4 часа, это ведь только пол девятого должно быть. Ну, спокойной ночи. Что могу сказать? Спокойной ночи. Слишком громкая озвучка, твой голос перекрывает. Слишком громкая озвучка, мой голос перекрывает. То есть мне нужно быть тише или озвучке? Нужно быть громче еще. Нью-Вегас переносит на движок четвертого. Ой. Знаешь, Обливион тоже на движок Скайрима переносит. И Моровин тоже на движок Скайрима переносит. Все никак перенести не могут. Космические рейнджеры понастальгировать не желаешь. Интересное исполнение саму Лене. Да блин, космические рейнджеры, ты же понимаешь. Первая ластина тоже ОГЭ. А, плюс 8 постов. Ну тогда спокойно. Вопросов нет. Глин, а Месс эффект тема. Этот, что сказать ты хотел? А, космические рейнджеры. Там либо играть на домохозяйской сложности, типа 200%, но это... Вроде как бы не очень хочется. Либо играть на каких-нибудь 500%, но это сидеть 3 года в одной системе, избивать астероиды... Тоже что-то как-то... Короче, прям как с пассфайндером. Либо лицом по клаве, либо страдать каждый файт. Это две крайности. Сибири сейчас полдесятого, какой спать. Но если плюс 8 часов, то можно и поспать. Вдруг прокнет. О, Андромеду. Озвучки перекрывают голос мой иногда. Но я просто не буду говорить, Алекс, когда будет озвучка идти. Я обычно стараюсь и не говорить, когда идет озвучка. Чтобы как раз-таки ничего не перекрывало. Ну, как бы теоретически можно добахать просто, тогда уже точно... Качать будет нечего. 200 максимум. Ты в последних рейнджеров играл? Которые тут повыходили. Со всеми дополнениями. Там до пяти сотен можно разгонять. Сложно пробовать лицом по клаве тут вообще огребаешь? Наверное, потому что у тебя билд не очень рад был. Скорее надвижки так-то рассказал предысторию прихода НГР в Мохаве. Можно и будет, скорее всего, интересно, хоть и надвижки не в Вегаса. Ну, как выйдет, так посмотрим. Пока я просто не особенно верю в то, что доведут до ума и для релиза. Механоиды тоже классика, можно даже сказать, с элементами РПГ. Я играл в механоидов. Мне реально нравилось. Первые механоиды я полностью проходил. Насчет вторых не помню. Не помню, играл ли я во вторые механоиды, но первые проходил. Ну, в чем-то даже оригинальная и уникальная игрушка. Рэквием, по-моему, то есть два мода, которые делают Fallout 4 довольно интересное прохождение. Это лут, агроколы, мод на урона драгов. Даже имбовые перки на винтовке не помогают. А скрытность помогает. Весь четвертый Fallout проходится через карабины скрытности лицом по клаве. Как она открылась? Почему она открылась? На 500 тупо сейвлот и весь геймплей. Ну нет, я там как бы... Сохраненка... Да не, не, вроде не было средней же. Не, не было. Должно было быть средней. Там на 500% папашки как бы рекомендуют сидеть в одной системе и бесконечно сбивать астероиды. И что-то там с киллерами мутить. То есть там года 3-4 сидишь, сбиваешь астероиды, потом потихоньку вылазишь. Это практически как дрова колодец в Скайриме, короче. Так и в рейнджерах сбивать астероиды. 23 октября еще выйдет мод на New Vegas Fallout New California. New Vegas, New California. Тяжелый, тяжелый, нормально же все. Какие-то ватные и скучные вообще. Трижды начинал, так и не прошел. Но я вот во-вторых не играл, поэтому ничего за них не скажу. Только первое. Не было. Дыши, ёптвою мать! Обамия, Пурка, Мадонна. Отсчет такой. Я отсчитывал, кстати, не помню что-то. Я отсчитывал, кстати, не помню что-то. Отсчитывал, что-то не помню что-то. Всё, она отвалилась. Ещё одна отвалилась И они там мусор находят в таких количествах Интересно Не мешайте грешни Слушайте Слушайте Блин Окей Слушайте Дальше чем улететь? Слушайте Люди Видим? Слушайте Ура Ура Слушайте Теперь Ура бабла вот про карты я забыл врагов ошибок не прощает как блин на полу проблем вообще с патронами ни к чему не бывает карабин а в том числе снайперская винтовка снайперская винтовка плюс скрытности так так в общем-то проходится и избивать это не сбивать лечит прослушал пока отвечал вырубай стрим а нет выросли за всю игру глаза мазорит можно и Ну, вот он мне фануть Советую глянуть лута верховая, начистою игром Сразу видишь, что каждая шестерня, каждый патрон золота Хорошо, я подумаю об этом, когда решу погибать еще раз Слава богу, ты в порядке Я пытался добраться до тебя Кто-то поставил не блокировал тебя у моего эста Столкновение разрушило блокирующий передатчик Кто еще стремит, деда? Где ты был? Да ладно, можно отвечать Я смог немного подлатать тебя Слушайте Я отменяю эту миссию Взаднюю СССИ и командную цепочку Мы должны валить отсюда Кажется, я нашел челнок на пассажирской брусе Суя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер Но уверен, мы найдем один на его борту Я видел, как он застрял кормой в высшем море Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь Встретимся там Конец веры Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему В таком состоянии он не справится Все Вот специально не говорил, пока они трещали Сидишь в сейвлод, потому что каждое место должно быть нападение, которое они отбить Ну вот, в том числе Сейвлодишь, сбиваешь метеориты Какой-то геймплей Это почти как мертвую фейку обудить Собственно Еще пару каналов деда стримят Но ты же понимаешь, что если ты смотришь стрим по Dead Space То тебе как бы со всего YouTube А внизу подкинет рекомендациях еще пару каналов Которые теоретически сейчас тоже стримят Dead Space Учитывая размеры YouTube Но почти в каждую игру кто-нибудь доиграет И как бы утверждать, что боже-боже, все играют в Dead Space Немного странно Куда я проходил третью часть? Не знаю Я не знаю насчет второй этой части, а уж третья это... Хороший вопрос Мэйби я ее как-нибудь в копе пройду Такая последняя версия Космических Рейнджеров Да, посмотри на YouTube Мне просто дарили там Какой-то там Аниверсарий Эдишн Не помню, как называется В Steam'е посмотри В моде патроны огромная проблема Люди даже рекомендует добавить мод на крафт патронов Разбирать то, чем не пользуешься И делать нужное Вообще четвертая часть нормы игра по механике Моды бы То есть добавить мод, который урезает количество патронов Чтоб потом добавить мод, который дает возможность крафтить патроны Потому что их нет Логично, блин Сюжет дальше будет во второй и в третьей Если сейчас линяет Нет, по-моему, развития сюжета никак не этот Короче, от твоих действий развитие сюжета не зависит Второй и третий Если ты об этом Что не ураде? Не успел прочитать, что ты написал Три стримера на весь ютубчик Но я о том же говорю Просто, как бы, ну, ты смотришь любой стрим И, как правило, тебе Подкидывает Кого угодно Кто Ну, с той же игрой просто Потом говоришь, что Боже, боже, сейчас Все внезапно начали стримить Ёб твою мать Откуда ты вылез? Чмирдяя Вот, я только дверь открыл Откуда он нахрен выпрыгнал? Бабла Не вижу мелочь Потому что я не хочу в Чикаге играть в Тирании Пока что, по крайней мере Хочу пострелять Перешпачи под Огеровскую восянку Но просто, если лут оверхол Как бы, лут оверхол Намекает на то, что Переделан весь лут Соответственно, и патроны То есть, блин Или он Урезает все Но патроны урезают до такой степени Что играть в это невозможно Люди жалуются, что сложно Тебе норма была Просто Странно, если Урезать все настолько Чтобы потом Возвращать часть того Что было урезано Но некую параллели Нюрайт можно провести Да Тут ты и прав С тем, что я допиливаю Тот же Реквием Огеровский Мили проходите Пофиг на патроны Между прочим, мили Мне очень нравилось проходить Четвертой фулочкой Не странно Там берешь нож DLC Там, где DLC Про этих самых Про нюха Ворлд, по-моему Вот Там какой-то Безумный нож делается Рука жопит Рука жопит Просто берет и прикрывается С него падает Какая-то всего лишь Плазменная энергия А проблем от него Просто забей Квест Мили же есть Арбузная тактика С этим модом От ножа сектантов Ну, вроде нож сектантов Я не помню, короче Нож, который из DLC Про нюха ворлд Там есть офигенный нож Который можно просто Бегать и решодить всех Скрытная атака Драугров бить Только С камнем тени Можно долбить И то в моей сборке В обычной ракве По идее Такого нет Если там Ничего не изменилось Внезапно DLC с болотом Fallout 4 есть Потрошить С сбиванием атаки Противнику Забираешь его Закрываешь глаза И с криками бежишь На когтей Изи Так там нож Ваншотит, как правило Ну, то есть Ты когда Довольно прокаченный В этот DLC проходишь Берешь этот нож И просто ваншотишь Этих самых когтей Зачем тебе Сбивать им атаку Ну, правда Там ватсом Нужно пользоваться Тут, видимо Без ватса Можешь просто бежать Убивать По связи По связи Быть По связи По связи По связи Сб Ross Закон Убить Блазвина энергии нет Надо бы еще шокели оставить на последний костюм. Почему-то не на гранат. Потому что есть огнемет, который гранаты замещает, наверное. Или потому что лень было взрывы пилить. Я хз. Но последний костюм, он вроде в самом конце ведь, да? Если я не ошибаюсь. Камень-тени, ну вот поэтому ты и можешь долбить. 65к? Нет, 65к это понятно. Просто в последней же главе он 10 глава. То есть там не скоро еще. Нужно для воров. Там и остальные камни неплохие на самом деле. Я бы не сказал, что воры прям без этого апа справиться не могут. Пойду сразу продам. Хорошего стрима. Здравствуй, дантист. Что воры прям без этого апа не могут справиться. Гранаты на космическом корабле вакуумные, но Prey вспомни. В Prey как бы действие тоже на космическом корабле происходит. Но при этом гранат там есть, самое разное. Самое божественное, утилизирующее гранаты. Боже, а вот это вот такая офигенная тема на самом деле. Утилизирующие гранаты в Prey. Так, и еще одна глава закончилась, да? Next. С режим метания гранат. А, вон, галет у винтовки есть, гранаты. Это уже не помню. На самом деле, знак вора или тень. Вот и я о том же. Типа, знак вора работает всегда с каждым выстрелом. А знак тени, допустим, работает не всегда и не с каждым выстрелом. Так что... На космостанции. Ну, суть-то та же, в общем-то. Голопушек нет, это топ. Сарказы же по поводу Pathfinder. Но по факту вначале проблема только с броней врагов. Там 22 в среднем. Нужно только набрать мейну hit chance 10.1. С средним роллом все ок. Так это все равно бесконечный ролл за ан. Кайзек! Рад, что ты дошел! Слушай! Я нашел список вооружений Вейлера. Не думаю, что они случайно оказались... Я же не говорю, что невозможно проходить. Я говорю, что это бесконечный ролл. Корабль снарядили для боевой операции. Против Класс Айса. Против Пешимуры. Айс, я снова потеряла его. Можно еще и крафтить. Никакого сигнала от Икса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда. Инвиз бесконечный. Не космический корабль, а какой-то космический отель. Ну, суть-то все равно как бы в космосе. И там нормально все с гранатами. Так, время стоп-старта. Кстати, можно для начала вкачаться, а потом стоп-старт сделать. Ты как минимум первые уровни 5 будешь просто бесконечно хайролить сейвлот, пока они прокнут на то, что позже по твоему танку не выпадут. Или то, что по твоему танку выпадут, но будет не крит. Потом ты будешь лодиться для того, чтобы ты попал. А по тебе не попали. И так как минимум, я не знаю, уровня до 5-го, до 6-го. Возможно, после 5-го, 6-го что-то изменится. Но до этого там какую тактику не применяй, это все равно будет, сука, просто хайрол. Кубов. Твой средний шанс опадания по врагу 30%. Что физикой, что магией, неважно. Там 30-25% я на стриме же смотрел. При условии, что у меня было все в оружие вложено и просто максимальный еще бонус силы. И то у меня шанс спасть там был меньше половины. А враги тебя ваншотят. То есть у меня были битвы, когда я просто подходил, не знаю, я могу кликнуть на всю свою пачку, нажать на врага, и он умрет. Могу также выдадить всю свою пачку, нажать на врага, и один враг просто размотает у меня всех. Критами в лицо по 30. Здравствуйте. В чем сюжет Dead Space? Ну, мы прилетаем на космическую станцию, на которой исходит, типа, сигнал бедствия. Пытаемся разобраться, что случилось, и внезапно оказывается, что... О, боже, 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 некроморфы, которые жрут людей, и... И не только людей, которые все жрут, и после этого пытаются разобраться, собственно, какого хрена вообще происходит на станции, и как бы поскорее отсюда свалить. Вот мы, собственно, занимаемся сейчас тем, что пытаемся найти челнок, чтобы свалить отсюда. Что-то вроде более-менее все понятно. На корабль попала некая инопланетная форма жизни, которая ассимилируется с органикой и превращается вот в то, что, собственно, здесь и бегает. Еще есть некая цирковь, которая проповедует то, что, типа, это вроде как будущее, и давайте все к этому стремиться. Вот. Так это же ДНД не было бы ролла, была бы за сложность. Это нормально все вначале, потому что контроль на NPC прокает. У малышей есть контроль, и она автокастится. Какой там контроль прокает? Я же, блин, вначале этот... Контроль прокает тоже шансом в 40%, а то и меньше. Нет, со счетов не убирали, я с пушек убирали. Ну, про монолит, да. Но про монолит еще будет, просто чуть позже. Когда Fallout 4 на Одессу, уже вот-вот. Уже вот-вот. Смотри, стадис модуля выкачан полностью, кинезис модуль выкачан полностью, и КС. Я хз, тут плазменный резак полностью. Да я даже и КС бахну. Просто все, мне больше не на что тратится. Просто вообще не на что тратится. Типичная церковь, ну, как всегда. Вот. Я же говорил о том, что, блин, ну... Никогда не понимал XCOM 2, когда люди проходят на хардкоре, ожидая, когда звезды сложатся, а потом игра становится мега простой. Это нехорошая сложность, нет баланса. Так XCOM тот же самый бесконечное кидание кубов на хай сложности. Пока тебе не повезет. Тебе просто должно повезти в некоторых моментах. Так, давайте стоп-старт сделаем. То есть ты можешь быть бесконечным. Ты можешь только уменьшить вероятность рандома, но, по сути, от твоего скилла там мало что зависит. Субтитры создавал DimaTorzok